Сегодня на экранах вы увидите 5 атак щук, снятых на трех различных водоемах Подмосковья. И первый водоем это водохранилище, прибрежный коряжник, глубина полтора метра. Все рыбы резко исчезают, значит где-то поблизости бродит щука. Зубаста несколько раз атаковала карася, но есть его не стало. Возможно не голодна, или просто прогнала незваного гостя со своей территории. И смотрите, сразу после атаки щуки, настоящий переполох в подводном мире. Рыбы метаются кто куда, они сильно взволнованы происходящими событиями и не знают куда им плыть. Окуни, плотвицы, все в растерянности. Переходим ко второй камере, которая стояла в 30 метрах от предыдущей. Живец таскает за собой кружок. Рядом полно белой рыбы. Коряжник является отличным укрытием и домом для многих видов рыб. И здесь ситуация повторяется. В одно мгновение все исчезают, оставляя живца в полном одиночестве. Хищник совсем близко. Эта щука тоже всего лишь припугнула карася, а потом долгое время за ним наблюдала, а через несколько минут решила снова прогнать живца. В итоге карась остался плавать на своем месте, а недовольная хищница уходит ни с чем. Переносимся на другое водохранилище. Живец расположен рядом с травой. Заметив камеру, щука с грозным видом клоцает зубами и направляется в сторону карася. И опять что-то пошло не так. То ли живцы такие шустрые, что с легкостью уходят от атаки. То ли щуки сытые. В комментариях под видео напишите, почему пятнистым красавицам все никак не удается схватить карася. Эта щука тщательно, внимательно, со всех сторон наблюдая за живцом, но атаковать его не хочет. Переходим к третьему водоему. Это самое настоящее болото с мутной водой. Прозрачность воды здесь никакая. Первое зубастое моментально расправляется с карасем. Перед второй камерой другая щука в одно мгновение проглотила живца. Щуки, обитающие в здешних водах, самые голодные и прожорливые, потому что есть нечего. И нет такого богатого видового разнообразия рыбы, как на водохранилищах. Вот такое разное поведение щук сегодня мы наблюдали на водохранилищах и в болоте. На тех водоемах, где для хищников не хватает еды, они действуют быстро и решительно. С нетерпением жду ваших комментариев по этому видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Сорокин и увидимся под водой. С вами был Игорь Негода.